Ситуация с подростковой преступностью, соблюдение прав и законных интересов ребенка в сфере образования и главное направление работы по поддержке детей в рамках современных требований к образовательному процессу. Эти вопросы легли в основу 4-го педагогического форума «На встречу десятилетию детства», организованного региональным отделением Общероссийского народного фронта в рамках мониторинга реализации в Ницком округе указа президента страны о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 и 2017 годы. На встрече были подняты самые волнующие вопросы, которые стояли перед обществом в 2012 году в начале реализации стратегии. Это и недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов в области прав ребенка, распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении детей и многое другое. Сегодня мы взяли тематику в связи с тем, что в 2017 году мы подводим итоги пятилетней деятельности и территории Ницко-автономного округа выполнения национальной стратегии в интересах детей. Поэтому не случайно присутствуют и уполномоченные по правам ребенка, органы прокуратуры, органы ОМВД, естественно, департамент профильный. Как раз с теми вопросами, которые, может быть, невозможно привисать никакими требованиями и регламентами, потому что все, что связано с детством, предполагает, прежде всего, ответственное, вдумчивое, правильное и профессионально-грамотное отношение. В ходе мероприятия педагогами Дома детского творчества поселка Искатели была поднята одна из самых острых проблем волнующих родителей – платные секции и, как следствие, интернет-зависимость. Дети у нас сейчас не охвачены, потому как не каждый родитель в нашу суровую полярную ночь согласится отправлять ребенка в зал единоборств за 3-9 земель, тем более если этот ребенок начальной школы. Со старшеклассниками я, конечно, не буду за них, как говорится, говорить, но вот именно вот эти вот дети, которые как раз начальная школа, 5, 6, 7 класс, которые как раз находятся в группе риска, То есть они подвержены очень сильно всяческим разным вот этим вот настроениям, про которые, как говорит Ольга Алексеевна, заметила то, что они сейчас, они полностью увлечены интернетом. Им ходить некуда. Они пришли со школы, они сделали уроки и на секцию им идти уже не надо. И поэтому они куда пошли? Они пошли у нас в социальные сети. Кроме того, большой проблемой по-прежнему остается подростковая преступность. По словам правоохранителей, как и раньше, большинство преступлений совершаются подростками в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Из проведенного анализа состояния оперативной обстановки у нас зарегистрирован на территории Ненецкого автономного округа рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии на 70%. Абсолютные значения с 30 до 51. Удельный вес составляет по-прежнему самый высокий в Российской Федерации 9,7%. Структура подростковой преступности выглядит следующим образом. По бою 4 преступления, грабежей у нас 5, краж 17, угонов 7 преступлений и по наркотикам 3 преступления. Также выявлено у нас одно преступление – это вождение автотранспорта в состоянии алкогольного опьянения. Подводя итоги реализации НАТО стратегии, участники выяснили, что проблемы не только не решены, но стали еще более актуальны и значимы. Данное направление либо не реализуется в подведомственных учреждениях вообще, либо реализуется частично.